Превращать мальчишек в настоящих мужчин. Именно они, если верить в песни, играют в хоккей. С просьбой о создании хоккейной школы пришли родители юных спортсменов на прием к губернатору. Такой большой вклад вы сделали, открыли много катков, очень много спортивных учреждений. Но государственной школы хоккея, к сожалению, сейчас нет, а нам так этого не хватает. Это социальные гарантии тренерам, это обеспеченность наших детей и лед, и земля. Губернатор решил, в Самаре появится государственная школа хоккея, а также еще несколько новых ледовых площадок. Так уже в этом году заработает лед в спорткомплексе МТЛ «Арена-2». В перспективе три ледовых площадки будут работать в Ледовом дворце спорта на улице Молодогвардейской. Но системной подготовки пока нет, отмечает Николай Меркушкин. Мы будем это развивать, чтобы у нас были хоккеисты высочайшего уровня. Я думаю, мы это будем делать уже с этого года, чтобы не на будущее. Бюджетный год у нас затраты нет, и мы попытаемся, чтобы она заработала в сентябре. Областные власти окажут помощь при захоронении бывших малолетних узников фашистских концлагерей. С такой просьбой к губернатору обратилась жительница Самары. Раньше родственники получали 20 тысяч рублей от военкомата, чтобы достойно похоронить близкого человека. Сейчас эти льготы отменили. Хотя бы какая-то помощь, да, сами понимаете, как это все трудно родственникам. И поэтому мы будем очень благодарны, что если бы он нам тоже такую помощь смог оказать. За один прием губернатору удалось решить сразу несколько вопросов. От строительства детского сада до улучшения материально-технической базы профессиональных учебных заведений. Все пришедшие на прием получили исчерпывающие ответы. Марина Матвеевшина, Василий Калдашов. События.